приветствую вас дорогие друзья в этом видео я хочу рассказать как я завершила получение рвп оказывается после последнего видео не было совершено еще одно действие регистрация на основании рвп и вот как она выглядит как опять же как штамп в паспорте не не как отрывная часть заявление формы регистрации по ну вот такой вот такая отрывная часть который является вашей регистрации теперь регистрация стоит штампом в паспорте для того чтобы получить этот штамп паспорте потребовалось оплатить госпошлину в размере 350 рублей прийти с собственником жилья с документами подтверждающими что он является собственником жилья и собственно получить этот штамп паспорт так ничего не забыла сейчас где-то у меня есть этот перечень может и не быть я как бы готовилась к видео но все равно что-то так это мне выдали реквизиты платежа госпошлины но по-моему все не по-моему ничего не забыла да еще фотографию одну сказали любую фотографию я в этот день забыла но уже сотрудник фмс уже хорошо меня изучив мы с ней столько раз встречались все по мою забывчивость я все время порчу документы все бланки переписываю по нескольку раз вот зная меня она в общем простила мне это сказал донесете потом любая фотография оказалась не любая то есть вот такого размера фотография не подходит подходит вот такого ну то есть стандарт на который вы на рвп подаете вот такую требование строго не не расписаны размер фотографии не регламентирован но тем не менее видимо в те документы такая фотография не входит это была фотография на визу во вьетнам 4 на 6 не помню размера так ну таким образом поздравьте меня я имею рвп однако же сегодня пересмотрев кучу информации в том числе видео на нашем родном ю тубе я поняла что я рано расслабилась теперь мне надо искать работу либо искать источник законный источник дохода то есть я должна официально устроиться на работу и получать не менее прожиточного минимума чтобы через полгода когда я буду подавать на вид на жительство я представила справку о доходах у меня было что представить то есть я не должна быть человеком без дохода если если я иждивенец то у меня должны быть основания быть иждивенцем если я трудоспособна это я не могу быть иждивенцем в общем в этом видео я это вскользь упоминаю просто к слову пришлось а сейчас я хочу рассказать о медицинском обязательном медицинском страховании недавно я сходила в компанию страховую компанию sogasmed у нас в улан-удэ она выдает полисы и еще какая-то другая сейчас не помню вот и получила вот такую бумагу это временное свидетельство подтверждающие оформление полиса обязательного медицинского страхования то есть через месяц я получу уже постоянная постоянный полис как он будет выглядеть я не знаю по моему есть пластиковая карточка и собственно на такой гербовой бумаге полис но я покажу как получу покажу обязательно и наверное может быть если нужно сделаю отдельное видео о медицинском страховании и так что еще касается что я знаю на сегодняшний день что это этот документ не бессрочный но я имею ввиду полис не именно этот документ этот документ совсем малосрочный он на месяц только до получения настоящего полиса а тот настоящий полис он для нас мигрантов действует год то есть по истечении года я должна прийти заново подать заявление и за мной и снова получить полис так с этим разобрались теперь собственно вообще человек я относительно здоровый и очень редко у меня бывают случаи когда необходимо медицинская помощь но пути господни неисповедимы все может произойти и об этом с начала года заявили те случаи которые произошли со мной и с моей семьей в общем в начале года у меня выпал зуб я срочно подбежала в стоматологическую клинику кстати ту в которой я работала после школы и там ни одного знакомого конечно же не осталось с того времени тот единственный знакомый которого я помнила и знала что он работает работает не в этом корпусе в другом филиале работает но это не важно вот я получила медицинскую помощь но протезирование не является страховым случаем и полис его все равно не охватывает так что здесь не имело значения есть у меня медицинский полис или нету являюсь ли я гражданином рф или не являюсь я все равно оплачиваю полную стоимость льготы в случае протезирования предоставляются только пенсионерам российской федерации разумеется и скидка 10 процентов а кстати может быть не только российским ну наверно логично предположить что только российским вот им скидка 10 процентов но тоже не бог весть что протезирование дорогое один зуб металлокерамики мне обошелся в 7700 рублей помогли родственники сама я доходов не имею дальше дальше что следующий страховой следующий случай когда нам потребовалась срочная медицинская помощь произошел с моим сыном он проснулся утром заявил однажды утром он заявил давящей боли в области груди мы вызвали скорую приехала скорая сняла кардиограмму и хотела было уходить порекомендовать нам обратиться к врачу когда станет полегче поставили какой-то укол дали таблетку аспирина это обычная практика то есть в данном случае это не подумайте что аспирин нет аспирин это действительно очень серьезно и одна закорючка в кардиограмме все-таки заставила их усомниться и они поставили диагноз острый коронарный синдром с вопросом это очень серьезный ну очень широкий такой диагноз который охватывает ну очень серьезно то есть крайний случай инфаркт миокарда в этом в диапазоне этого диагноза вот и его неотложка вызвала скорую помощь с доставкой с транспортировкой в республиканскую больницу в общем сына увезли в республиканскую больницу там опять таки снимали скорая в свою очередь тоже снимала кардиограмму смотрела в республиканской в приемном тоже смотрели снимали кардиограмму и осматривали и постановили везти его в реанимацию и на сутки ну меньше суток его держали нам сказали что на сутки его увезли в реанимацию и все мы все очень напугались конечно же но потом значит вечером выяснилось что его уже из реанимации перевели в отделение и по моему вечером этим вечером или на следующий день стало понятно что его пребывание в больнице не является бесплатным и оно является обязательным то есть он должен лежать в больнице отпустить его не могут и мы должны платить ну где-то сказали порядка четырех тысяч в день нас это конечно очень сильно огорчило ну ну мы конечно получили облегчение что он все уже вышел из реанимации то есть значит не так страшно не такой страшный случай но тем не менее не необходимость платить эти деньги которых на которые на эту трату мы не рассчитывали и у нас их не было в общем нас чрезвычайно насторожило огорчило в общем мы ходили очень тревожные и состоянием здоровья и тем где взять деньги ну конечно же друзей много мы нашли у кого занять эти деньги через двое суток его выписали в общем засчитали двое суток и выписали счет за двое суток и нам пришлось платить там было не четыре чуть поменьше семь с чем-то ну около четырех вот эти деньги мы заплатили посчитав ну их вполне подъемными что мы есть такие деньги мы сможем у кого-то найти занять и сможем потом их отдать вот за это время я изучила как оказывается медицинская помощь задала вопрос родственнику юристу в общем оказалось здесь тоже не важно гражданство а важно наличие полиса медицинского то есть если бы у нас был у сына был страх медицинский полис то он прорежал бы в больнице бесплатно а медицинская помощь в этом случае в экстренном случае она оказывается бесплатно и как там сформулировано сформулировано вы сами найдете я скажу своими словами как запомнила как поняла что помощь которая скорая помощь которая оказывается пациенту в рамках того чтобы поддержать его жизнь то есть спасти его не дать ему умереть она оказывается бесплатно ну какова и реанимационная помощь там же в больнице она была бесплатной вот так что вот имейте ввиду вот вам два случая то есть независимо от того граждане вы или нет есть у вас полис или нет вы получаете бесплатно скорую медицинскую помощь в рамках поддержания жизни пациента другой случай независимо от того гражданин ВРФ или нет есть у вас медицинский полис или нет протезирование вы получаете все равно платно это не является медицинской как бы медицинской помощью ну не совсем медицинская помощь это уже как то больше услуги я прошу прощения если я не точно в своих формулировках я думаю смысл вы поняли того что я говорю ну и теперь обычная медицинская помощь то есть наше посещение терапевта других специалистов вся она бесплатно если вы получаете полис так что не тяните получив РВП идите в страховую компанию которая занимается обязательным медицинским страхованием и получаете полис получаете вы его сразу в виде временного документа и через месяц вы получите уже более постоянный документ который будете обновлять каждый год по-моему так ну вот это все что я вам хотела рассказать задавайте вопросы ул ануденцы можете обращаться ко мне напрямую по вопросам РВП ну что знаю чем могу помогу вот я с вами прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего не теряйтесь изучайте закон google вам в помощь всегда смотрите не спешите платить деньги там где платить не нужно не нужно развращать работников должностных лиц я вас призываю да не давать никаких взяток не создавать почву для коррупции не развращать своими подношениями работников этой службы и мы все заинтересованы в том чтобы службы ну миграционные службы в данном случае медицинские службы работали четко строго регламентированно чтобы всем нам было легче им в том числе и сотрудникам этих служб в том числе я с вами прощаюсь с вами была Арина Коновалова подписывайтесь на мой канал жмите колокольчик и следите за моим плейлистом иностранцам в России пока